Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о полной свободе, о состоянии, когда человек может действительно делать то, что он хочет. Потому что многие люди, они занимаются теми вещами, которые направлены, ну, скажем так, на получение прибыли, денег, славы и так далее. То есть мы отходим от вот этой истинной природы, чтобы понимать то, что наше, а что нет, и делать это. Свобода заключается в том, чтобы человек имел свое пространство, свою вселенную, и мог в этой вселенной размещать те вещи, которые он хочет, то есть создавать ее такой, какой он хочет. Это я очень хорошо описал в своей книге «Мир и вечного познания», ссылка будет в описании. И, конечно же, каждый человек может это делать. То есть это такой процессинг создания, когда говорят, что, например, человек живет мечтой, у него есть какая-то своя мечта, но эта мечта может быть не просто каким-то посланием, а огромной вселенной, в которой он размещает все, что он хочет и так, как он хочет. То есть он может разместить там, ну, целые миры. Кстати, это очень хорошо показано в фильме «Инцепшн». На русский язык его перевели «Начало», но на самом деле этот фильм называется «Внедрение». Там рассказывается это о том, как внедряют в ум какие-то различные суждения, и потом человек их выполняет. Кстати, это в действительности происходит, и вы можете это проследить на своей собственной жизни, когда делаете что-то, что, ну, потом понимаете, что совершенно было неправильно. Итак, вернемся к созданию. То есть когда человек действительно может создавать, когда он может творить, он является творцом, он не является рабом. То есть он не делает то, что ему говорит система, другие люди. Он живет своим внутренним авторитетом и создает действительно то, что он считает правильным. Потому что вот в этой вселенной, которую он создал, он ее творец, он ее бог, создатель. И поэтому каждый из нас является в действительности создателем, то есть богом. И это очень важно понять. И эту способность можно развивать, улучшать точнее, то есть делать ее более-более яркой, более такой насыщенной. Потому что когда мы творим, вот это очень, может быть, ярко чувствуют художники, там, кто делает скульптуры, сочиняет музыку, пишет произведения, стихи. И эти люди творят в действительности, потому что они понимают, что это творение, потом оно, скажем так, будет их радовать и радовать других людей. То есть они вкладывают туда свою душу. И так же может делать каждый человек. Потому что творцом можно быть не обязательно написав какое-то произведение или картину, или сочинив там что-то. А творцом можно быть во всем. Самое главное, чтобы вы занимались любимым делом. То есть свобода – это именно проявление себя такой, какой ты есть. Конечно же, тут важна и ответственность. То есть брать ответственность за то, что делаешь, и за поступки, за последствия своих поступков. То есть ответственность – это готовность держать ответ, то есть быть причиной этого. И вот творец – это в действительности причина, тот, кто создает. А следствие или жертва – это тот, кто, ну скажем так, принимает и потом чувствует по этому поводу негативные эмоции. И часто обвиняет других. То есть можно обвинять правительство, Бога, можно обвинять еще кого-то. Но на самом деле обвинение снимает с себя ответственность. А взяв ответственность, можно творить чудеса. И поэтому я, друзья, вас приглашаю в действительности стать чудесным таким творцом. Приглашаю в Академию Счастья, которую я создал именно для того, чтобы каждый человек мог стать создателем, творцом, вот таким Богом в своей собственной вселенной. И потом расширяться, приглашать туда других людей, своих близких, знакомых. Вот прошлое видео было про исцеление в паре, то есть когда вы вместе творите вселенные, это тоже очень здорово. Поэтому в свою вселенную можно пригласить и своих друзей, и делать это творение вместе, да, то есть создавать такие совместные вселенные, играть в игры. И вот эти игры будут совершенно другие, они будут не такие, какие мы привыкли здесь вокруг видеть. Они будут наполнены гармонией, счастьем, радостью, будут приносить действительно такое удовольствие и увеличение осознанности, увеличение способностей. Потому что любая игра, прежде всего, она должна быть интересной, и она должна приводить к осознаниям, к новым пониманиям о жизни. Вот с помощью процессинга счастья, такой духовной консультации, которую я провожу с людьми, я помогаю людям вернуть эту способность творить. Мы убираем негативные заряды, которые мешают творчеству, мешают творению, и человек вновь возвращается в свое истинное состояние Творца, Бога, Бога Вселенной. И, конечно же, каждый может эту способность себе восстановить, способность творить, способность ясно мыслить, ясно понимать, сотворчество и очень многие вещи. Поэтому, друзья, кому эта тема интересна, пишите мне в личные сообщения или в комментарии. Все мои контакты я дам под этим видео. Можете добавляться в друзья, и я с удовольствием буду общаться с вами. Я открыт к общению. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте отметку «Нравится», добавляйтесь в друзья, ну и делитесь этим видео со своими друзьями, и я уверен, что оно им тоже понравится. Колокольчик для напоминания новых видео. Они выходят каждый день на моем канале. Вам счастья, добра, любви, осознанности, свободы, и до скорой встречи в следующем видео.